Приветствую каждого зрителя на своем канале, меня зовут Юлиана. Чтобы ваши завистники не вредили вашему счастью, в сегодняшнем видео вы все узнаете. Не секрет, что успешные люди вызывают зависть у окружающих, но не всегда объектом зависти становится тот, кто живет исключительно роскошной жизнью. Порой чужая зависть настигает и тех, кто просто в чем-то преуспел по жизни, например, удачливости, достатку или счастливому браку. И делать это могут даже те, кого мы считаем близкими. Но не стоит думать, что чужая зависть не несет никакого вреда. Энергия зависти негативна и разрушительна. Причем как для самого завистника, так и для того, кому он ее испытывает. Истории известно множество случаев сильнейшей зависти и как следствие полного разрушения счастливой жизни того, на кого она была направлена. Есть и более легкие, но от того не лучшие последствия зависти. И это и безденежье, проблемы в жизни, неполадки со здоровьем. Чтобы не допустить ни этих, ни тем более прочих сильных последствий от зависти ваших недоброжелателей, рекомендую использовать эффективный ритуал. Несмотря на то, что данный ритуал относится к практикам белой магии, он достаточно эффективен для тех случаев, когда нужно защитить свое богополучие от происков завистников. Итак, если вы заподозрили, что кто-то испытывает к вам это чувство, не сердитесь и не мстите этому человеку, а сделайте следующее. Возьмите блюдце и насыпьте на него 2-3 ложки сахарного песка. Поставьте на свежий воздух на солнечную сторону на дни сутки. На следующий день, когда в небе появится луна, возьмите свое блюдце и налейте в него несколько чайных ложек воды. Далее сядьте за стол, перемешивая сахар против часовой стрелки, произносите такие слова. Сладкая жизнь моя не дает другим покоя она. Помоги мне, луна, от завистников свое счастье сохранить и не дай их проделкам мне жизнь испортить. Пусть как сахар растворится, так и зависть людская испарится. На тебя надеюсь и тебя благодарить не перестану. Истина. Говорим один раз. После этого заварите себе кофе или чай и добавьте растворенный сахар в напиток. Снова перемешайте и выпейте. Все. Практика закончена. Многие, кто пробовал, уже говорят о том, что после этого, казалось бы, совсем несложных действий, завистники прекращают донимать или переключаются на кого-то другого. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»